Новостей появляется всё больше и больше, мы приближаемся к выходу долгожданного зимнего обновления для GTA Online. Сегодня обсудим официальную информацию от Rockstar касаемо планов на ближайшее будущее, чем разработчики будут завлекать игроков последней недели перед апдейтом, когда в мультиплеер добавят широкий Sentinel Classic и что там с датой выхода DLC. Усаживайтесь поудобнее, а прямо сейчас обсудим всё самое интересное. Устал уныло фармить деньги в GTA Online, дабы позволить себе новую машину или недвижимость? Переходи в мою личную группу по накрутке, где максимально быстро, качественно и безопасно мы прокачаем твоего персонажа на 100%. Хит-продаж, набор всё за 700, в него входит любой уровень, любое количество денег, а также открытие всех доп. услуг. Наша гарантия качества это тысячи довольных клиентов, отзывы которых каждый день появляются в группе. Накрутка доступна как на ПК, так и на всех актуальных консолях. Ссылки, само собой, в описании, переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Какой контент на днях стоит ждать в GTA Online? Во-первых, нынешняя бонусная неделя закончится раньше обычного, не в четверг, а уже во вторник 22 ноября. Именно в этот день в GTA Online добавят широкий Sentinel Classic, последний авто из капельной подачи, последний контент обновления преступной организации. Но самое интересное далеко не это. В этот же день, 22 ноября, в мультиплеере начнётся испытание для сообщества. Для тех, кто не знает, что это такое, похожее событие было в ноябре 2020 года, когда всем игрокам поставили задачу заработать общими усилиями 100 миллиардов долларов игровой валюты на финалах ограблений. Данный челлендж длился ровно неделю, и по итогу игроки перевыполнили задачу и в сумме нафармили не 100 миллиардов долларов, а 1 триллион. По крайней мере, такой информацией поделились Rockstar, правда это или нет, никто кроме разработчиков не знает. В качестве награды за выполнение челленджа, игрокам спустя некоторое время вручили особый транспорт, никому не нужный Динка Ветта Классик. Интересно, что же будет на этот раз, также ограбление или что-то другое? Допустим, всем комьюнити заработать 100 миллиардов, но не на ограблениях, а на обычных миссиях. Или, как вариант, прочитал забавный комментарий 100 миллионов раз посмотреть трейлер GTA 6. Вот это было бы реально круто. Rockstar, давайте, дропайте трейлер и запрягайте игроков пересматривать его за какую-то эксклюзивную награду в GTA Online. Ладно, это всё шутки, вариантов, каким будет испытание для комьюнити, может быть много, напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Ну а вообще, говоря по чесноку, мне кажется, что эти подсчёты на самом деле никто не ведёт. 100 миллиардов, 1 триллион, это просто выдуманные цифры для отчётности перед фанатами. Ну сами представьте, Rockstar объявляют о челлендже, говорят, что за его выполнение каждый получит особый транспорт, а в конце такие, ха-ха, испытания вы не выполнили, мы вам нихрена не дадим. Такого не будет, в любом случае, Rockstar скажут, что всё получилось, все молодцы, челлендж выполнен, вот ваша награда. Даже если всё комьюнити, вообще нихрена не будут делать. Следующий момент, это транспорт для подиума в казино и автоклуба. В списке осталось всего по две машины, туда и туда. В казино это Z-Type и Nero Custom, а в автоклубе Winsor Drop и Post Lute. 22 ноября выставят первые машины из этого списка, они будут актуальны одну неделю, ну а далее активируют последнюю бонусную неделю перед обновлением, которая продлится дольше обычного целых две недели. Ну и соответственно, вместе с ней выставят последние автомобили на подиумы казино и автоклуба. По итогу, 13 декабря, дата выхода зимнего крупного обновления. Всё указывает именно на это, даже подписка GTA Plus заканчивается за день до этого, 12 числа. Идём дальше, и следующая остановка, это Чёрная пятница. Каждый год в последнюю пятницу ноября в GTA Online на 3 дня активируют очень крупные скидки на ряд топовых товаров. В основном это транспортные средства. Вот как пример Чёрная пятница 2020 года. Скидки аж до 70%. В общем, в этом году Чёрная пятница должна начаться 25 числа и закончиться через 3 дня, 28 ноября. Обязательно загляните в мультиплеер в эти даты, возможно получится урвать что-то полезное по сниженным ценам. Ну и по мелочи напоминаю, что, во-первых, если вы пройдёте все финалы ограблений до 24 ноября, Rockstar наградят вас 2 миллионами долларов игровой валюты. Все финалы ограблений это 5 классических ограблений, 3 акта судного дня, любой способов ограбления казино и кайоперика. Времени осталось очень мало, поэтому если хотите успеть получить этот денежный бонус, переходите в мою телегу, там я создам отдельный пост, в комментариях которого каждый из вас может найти себе тиммейтов и быстро пробежаться по всем финалам, не проходя подготовительные задания. Во-вторых, хочу сообщить, что прямо сейчас в GTA Online выдают очень прикольные предметы одежды. За вход в игру, например, футболку-кастет, футболку-бейсбольная бита, светящиеся очки с красно-желтым свечением, браслеты закат и сияющие ожерелья. Выглядит все это очень классно, особенно светящиеся предметы. Помимо этого, за прохождение ограбления кайоперика, используя самолет Велум как транспорт проникновения, игроков наградят шляпой Стриклера, она появится в гардеробе до 2 декабря. Ну и последнее, за ограбление кайоперика абсолютно любым способом до 22 ноября, игроки получат кубинскую рубашку Синсимиту. На сегодня на этом все, ждите видос по разбору слитого кода GTA 5, постараюсь выпустить как можно скорее. Большое спасибо за просмотр, прошлый ролик привел 310 новых подписчиков. Вы большие красавчики, реально респект каждому, кто подписался. Благодаря вам процент людей, смотрящих ролики без подписки, с каждым днем становится все меньше. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании, но я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok